Советский ГАЗ-А начало 30-х годов прошлого века откроет экспозицию автораритетов. Её готовят в помещении бывшего таксопарка номер 5, что на улице Ким. Все эти автомобили сохранены и отреставрированы пермскими коллекционерами. Они давно искали постоянное помещение, чтобы вытащить своих ласточек из гаражей и показать пермикам, особенно юным. За каждым из этих авто история целого завода. То есть фактически они, конечно, все имеют и родной двигатель, и трансмиссию полностью, и максимально приближенные. То есть мы отбирали автомобили, чтобы они были максимально приближены к заводскому исполнению. Вот линейка автомобилей «Москвич». Со второй половины 50-х годов эти малолитражные ветераны завоевывали зарубежные рынки, а также международные гоночные трассы. На 412-х «Москвичах» советские пилоты участвовали в ралли-марафоне «Лондон-Сидней». Затем была гонка «Лондон-Мехико». В этих соревнованиях москвичи благополучно доходили до финиша, хоть и не первыми. Золотой кубок наши пилоты получили в 71-м году, когда состоялась ралли-тур Европы. Это 14 тысяч километров. Часть пути проходила по заледеневшим трассам Скандинавии. Без аварии не обошлось. Говорят, советские участники гонки оказывали помощь зарубежным спортсменам в ущерб своему времени. Но к финишу в итоге пришли первыми. Две команды Всесоюзного объединения «Автоэкспорт» привезли в Москву главные призы этого крупнейшего международного состязания. Полноценная гоночная машина на базе свиньи. В принципе, надежная конструкция. Ведь москвичевские двигатели, если их настроишь, подготовишь, они тоже ничем не плохи были. Тормозные системы, все остальные, они прекрасно работали. А это наследница итальянской марки «Фиат». ВАЗ-2101, она же «Лада», «Жигули», «Копейка». У этой машины тоже гоночное прошлое. Кроме того, в середине 70-х этот автомобиль пытались перевести на альтернативное топливо – водород. В Харькове был даже снят об этом документальный фильм. Вот в бак «Жигулей» заливают воду. В нашей машине вместо бака с бензином установлен миниатюрный реактор. В него закладывается энергоаккумулирующее вещество ЭАВ. Вода вступает в химическую реакцию с ЭАВ. В результате выделяется водород. Подобных историй коллекционеры знают немало и готовы поделиться ими с горожанами. Вскоре все помещения здесь будут заполнены автомобилями. И Музей ретротехники начнет свою работу. Он откроется для посетителей 3 февраля. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова